Здравствуйте, мои хорошие! С вами Алина Лаветт. Как и обещала, я сегодня расскажу о том, как я напросилась пообщаться, увидеть, прочувствовать и познать существа параллельных миров. Я немножко сегодня заплывшая. Вчера у меня очень был такой эмоциональный момент. Момент, эмоциональный день, даже не момент, а день, потому что один мой друг, несмотря на свои огромные проблемы, вот так открылся для того, чтобы мне помочь в чем-то очень важном. И меня это настолько тронуло, что я просто спасибо, спасибо за любовь. Я вижу, столько всяких хороших сердечек летают. Так вот, я расплакалась от того, что меня так затронула его глубина добра, бездонное добро. Это просто было настолько невероятно просто такое ощущение, что к тебе есть люди, которые так к тебе тепло и так трепетно, и так с заботой к тебе относятся. Это просто было потрясающее ощущение. Наревелась я от счастья, так скажем. Потом решила попробовать выучить песенку. Мне заказали песню «Осенняя». Вы мне заказали песенку «Мой малыш, мой сынок» Тамары Гварцетели. Я когда посмотрела, там не только Тамары Гварцетели, там ее и Гурченко пела, там ее пели и Наргиз. У Наргиз интересно тоже, я ее вообще раньше не знала, тоже у нее такой же стиль, такой же она headwear одевает. Очень интересно. Так вот, я пока слушала и старалась выучить эту песню, я там тоже обрыдалась. Начну петь, опять начинаю рыдать. В общем, песня, конечно, такая очень трогательная, очень такая слезливая, так скажем. Но я попробую собраться все-таки, выплакать, пока я буду учить эту песню, выплакать все, что у меня есть. И уже, когда буду вам ее писать, в смысле петь, думаю, что я уже плакать не буду. А потом еще и дочка под конец вечера свою песню принесла. Она свою песню спела и записала, у нее есть аппликейшн, называется GarageBand. Она там тоже такая, она написала в честь своего двоюродного брата, который умер в 5 лет от лейкемии. И такая красивая песня, она так хорошо пишет, у нее такой голос ангельский, боже. И я опять разревелась. В общем, вчера у меня был день. Плакала я, конечно, целый день от счастья, от того, что душа была моя затронута, все струны моей души были настолько затронуты, что я просто звенела вот в этом счастье, в этом где-то даже в печали, где-то. Вот, в общем, такой мне интересный был день. Опять у меня уже слезы лезут. Не буду я плакать. И дочка мне вчера приготовила очень острое, такое вкусное блюдо. А у меня на перец, у меня реакция, вот у меня реакция на перец еще. А вышло, надо прекратить есть мне перечное, все, острое. Ну, теперь к нашему. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Добрый вечер всем. У нас, правда, утречка. 10 утра. У вас вечер. Я знаю, у вас в московском времени сейчас 20 с чем-то. 20.00 или 20 чего. 20-то у нас 8 вечера. Так, ну, буду рассказывать о том, как я все-таки решилась увидеть существа параллельных миров. У меня есть друг, он тоже такой ясновидец в Коннектикуте, когда я была. Мы вместе там познакомились, и мы с ним общались. У него, он постоянно с этими существами параллельных миров, с этими домовыми, он постоянно работает, он знает у них, ну, он в той среде, так скажем. Вот, и мне хотелось тоже посмотреть, чисто пообщаться с ними, посмотреть. Я такая любопытная очень, как ребенок, вот везде лезет, да, вот ему нужно знать, а мне надо. Вот обожгусь, не обожгусь, упаду, не упаду, там бошку разобью, не разобью, а вот мне надо, мне хочется посмотреть. Так вот, я задалась целью, хочу, 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 хочу посмотреть на этих существ параллельных, пообщаться. Может быть, я каких-то, какой-то новостей, какую-то информацию от них узнаю, может быть, чего. В общем, мне было очень любопытно и очень интересно. И каждую ночь, когда я ложилась спать, я просила Бога дать мне эту возможность, пообщаться, увидеть этих существ. Так вот, ложилась я каждую ночь. В одну ночь мне пришло видение. Я увидела себя в таком, не в телесном виде, а вот иногда же картинки, может быть, вы видите, смотрите, попадаются вам в картинке, когда голова, череп головы, да, он весь составлен из вот этих нейронных, нейронных, электронных вот этих проводов, так скажем, что ли. В общем, голубая такая у меня, голубой силуэт, и вся такая из голубых вот этих нитей создана, как бы голубая нить. Вот, и я думаю, ой, интересно, да, я как посмотрю, что у меня там в голове. Я приблизила, так скажем, эту голову, открыла свою голову с затылка, там якобы чего-то, какие-то провода там чего-то пересоединила, просто наобум, даже не знаю, не понимаю, что я это делал, как бы я пересоединила эти провода, закрыла свой череп и таким образом заснула. Вот, на следующий день и на следующую ночь я, как всегда, ложилась спать и просила. Но у меня не получалось, не получалось открыть этот мир параллельных существ. Я позвонила Майку, вот этот ясновидящий из Коннектик, его зовут Майк Чайпо. Я говорю, Майк, хочу увидеть. Говорит, а ты готова? Я говорю, да, я готова. А чего? Я все свои страхи уже все отстучала. Я уже такая вся из себя, в каком году было? В 2008 году, по-моему, это было. Вот. Или в 2002, неважно. Вот. И я говорю, да, свободно, да, да, я могу, я смогу, я очень хочу, мне очень надо. Вот такая вся любопытная вся такая, дерзкая. Вот. Он говорит, хорошо. Хорошо, я тебе открою третий глаз, но ты, если что, звони. Я говорю, хорошо, договорились, такая вся. Короче говоря, в одну ночь, перед тем, как лечь спать, я пошла чистить зубы. И когда я встала перед зеркалом, я ощутила две такие огромные, два огромных таких существа сзади меня стоящие. И такой пошел холод по телу, такой страх, я думаю, так, начинается. Я, по-моему, уже начинаю ощущать эти параллельные миры. И на самом деле вот эти два существа как будто давили на меня вот со своим присутствием. Я собралась как бы силой и сказала, я в ваши игры играть не буду. Я понимаю, что вы давите на психику людей, но я в ваши игры играть не буду. Я не буду вас бояться. И вот чисто энергетически я почувствовала, как у них челюсть отвисла. Ну, как-то... Вот, и я сказала, мы с вами будем друзьями, мы будем обмениваться информацией, мы будем как бы общаться, но страх вы меня не задавите. Вот, быстренько почистила зубы. Вот, легла спать. А пока шла к кровати, я стала чувствовать другие существа. Думаю, так, ладно, ляг-ка я спать. Легла я спать. И в час ночи, в час ночи я просыпаюсь от жуткого состояния. Очень неприятное, жуткое состояние. Я вообще сплю очень хорошо. Я не просыпаюсь по ночам. А тут в час ночи. И я потом вспомнила... Я когда посмотрела на часы, в час ночи я вспомнила о Майк. Он говорит, у меня эти существа приходят в час ночи. Думаю, ну, пипец. Вот. Чего, до чего добивалась, то и получила. Вот. Это состояние, да у меня нифига. Я буду сейчас спать, я все равно встану с себя спать. Я заснула все равно. С трудом, но заснула. Вот. И мне снится сон. Вначале мне снился сон, как будто бы я в виде лисы. На тот момент у меня были тоже черные волосы. Вот я их тоже красила. Вот. И я как бы в виде лисы. И у этой лисы черный парик. Вот. И Майк мне приснился в качестве волка. Вот. И я якобы вот этот парик у меня как-то съезжает. И я поняла, что мне нужно прекратить красить свои волосы. Мне нужно отпустить свои седые волосы. Мне нужно быть своей как бы натуральной. Вот то, что я есть. Есть у меня седые волосы, пускай не будет. Ну, в общем, после этого я перестала красить и отпустила свои седые волосы. В общем-то было красиво. Но потом мне это надоело, я перекрасилась опять. Вот. Ну, после этого он был какой-то такой непонятный, какой-то даже неприятный сон. Я проснулась. Опять. Почему-то. Вот. И мысленно поговорила с Майком. Потому что в состоянии было такое вот очень тревожное. И я позвала как бы в своем сознании Майка, чтобы он со мной был рядом, потому что мне страшно. Мне было страшно. Вот. Тем более ночью. Вот. Я опять с трудом себя заставила заснуть. И когда засыпала, у меня такое состояние было, как будто я не засыпаю, я вхожу куда-то в какое-то пространство. И я поняла, я очутилась в какой-то белой комнате. Очень похожая была на нашу гостиную комнату в доме, в котором я выросла. Вот такая большая. Но там ни мебели, ничего не было. Большая комната. Я стою посередине. Вот. Наверху смотрю, оттуда змеи. Вместо люстры такие змеи. Я понимаю, что это тоже какие-то существа. Стояла я. Вот. И смотрю, вот как эльфы или кто там, в лесные эльфы с этими, с крылышками. Такие маленькие, они не очень большого размера, а летают. Стали летать вокруг меня. Я посмотрела, а сзади у нее еще было окно. Я посмотрела, они через окно вылетели в сад. Это одно. Потом я пока стояла. Очень быстро какое-то существо прошло. И я увидела просто вот как... Не пелена, а вот как бы есть такая энергетическая стена между двумя параллелями, между двумя жизнями на Земле, так скажем. И вот существо очень быстро из одного угола в другое как-то промчалось. Я увидела вот этот шлейф вот этой стены, вот этой перегородки, как вот волна. Затем я увидела своего отца. Я понимала, что я нахожусь в таком пространстве, где соединяются все вот эти миры, где можно увидеть разные существа. И мой отец там стоит, и он так ходит, ничего, как будто это все... Я поняла, что мой отец с этим давно знаком. Он с этим давно... И я... У меня были подозрения. Я видела его несколько раз, заставала в таких моментах, но я не буду уже об этом рассказывать. Вот. И он такой совершенно спокойно ходит. И потом появился в этой комнате мой бывший муж, с которым у меня очень были плохие отношения, особенно под конец, он меня постоянно контролировал. И он стоял, его трясло просто, он не знал, куда себя одевать. И я такая вся крепкая, такая вся, стою сильная. И вот здесь до меня дошло, что я гораздо сильнее своего мужа, который пытался меня угнетать бесконечно. Я гораздо сильнее, и я связана с гораздо большими силами извне. И мне нечего бояться. Мне нужно быть просто самой собой. Вот. Тоже состояние было в этом сне очень непонятное. Тело, не тело. Страх, не страх. Но в этот момент... Кстати, вот сейчас вспомнила. У меня были две очень сильные силы, так скажем, огромный страх и огромная эйфория, что я сильная. Эта эйфория и в то же время страх. Вот эти две, вот эти какие-то вот, вот эти два ощущения, они... Вот это состояние было очень необыкновенное. Вот. Я, естественно, проснулась уже в третий раз. Уже, ну, сколько раз можешь просыпаться, я была уставшая, жуткая. И мне уже, вот со всеми этими, как бы, ощущениями, вот с этим контактами, я, у меня тело было уже просто... Я изнемогала, как бы, я уже очень устала. Это было... Ну, сколько можно просыпаться, сколько можно ощущать на себе вот это непонятное, совершенно незнакомое телу, сознание, вот это состояние. Вот. Я опять с трудом заснула. Потом мне что-то еще снилось, я, честно говоря, не помню. Опять я проснулась где-то часов в пять. И я уже настолько изнеможенная, говорю, Бог, я больше так не могу. И пока вот мне вот эти все снились, я все взвала в своих... в своем сознании телепатически. Я, как бы, взвала Майка, чтобы была хоть какая-то поддержка, потому что было... Было очень сложно переживать вот это все состояние. Вот, как бы, но потом, когда в пять часов утра опять проснулась, вся никакая, я сказала, Бог, я больше так не могу. Забери все нафиг это все, возьми в свои руки. Мне нужно хотя бы часок нормально поспать. И я увидела такое ухмыляющееся, такое доброе, ухмеляющееся, как бы, лицо. Вот как родитель смотрит на малыша, который пытается ходить, он встанет, там, два шашка сделает, там, шатается, раз, упадет и там, и платит, потому что там, может быть, там, больно что-то. И вот мы с таким умилением тоже на ребенка смотрим, что вот человек учится, ребенок учится ходить. И вот такое ощущение у меня было, что Бог вот на меня смотрит с таким умилением, что ну вот, ну, попробовала, сделала пару шагов, набила себе коленки, ну, хорошо, все, теперь поняла, что это такое, все, можешь спать. И я с таким уже блаженством я заснула. Заснула и проснулась. А проснулась я, и моя история на этом не закончилась. Я проснулась, и я вот чисто, видимо, я сдвинула себя с одной параллелью, с нашей реальности, с другую параллелью. В общем, я была на грани вот этих двух миров, и я видела, что тут происходит, и что здесь происходит. У меня было состояние, как будто бы я накурилась вот травки, и как будто бы вот у меня такая вот, ну, как даже, как же объяснить такое состояние, как будто бы я один глаз в одном мире, другой глаз в другом мире. В общем, я видела и эту реальность, и эту реальность. В общем, я проснулась, у меня вокруг, вот как коалы же есть такие, но они покрупнее, по безобразнее, как бы на мордашке, они такие, не самые приятные виды. Ну, их так много у меня и в спальне, и в гостиной. Я думала, о, это что-то новое. Вот, я пошла. Они везде, они такие довольны, что их видят, что я наконец-то как бы с ними создала контакт. Вот, и они прямо лезут на меня, и вот такие, как вот щенятки, довольные, что вот там мама пришла. Вот, и я ощущала еще другие присутствие других существ, но они более такие, более на стороне. Вот, и вот в присутствии вот этих существ у меня был постоянный страх. И я не могла понять, почему я их боюсь. Вроде бы с сознанием, но нечего тут бояться. Я стала анализировать, сканировать свое тело. Я поняла, что у меня вот эти существа, они как бы активируют вот эти первые три чакры. Первая, вторая, третья. Первая чакра, она как бы за выживание, чтобы остаться в живых. Вторая, это создание творчества и сексуальная энергия. И третья, это тоже кто я, что я, где я, контроль вот этот, кем мне быть, контроль. И я поняла, что у этих существ, у них просто не развитые остальные чакры. У них самые основные, самые яркие чакры, это первая, вторая и третья. И поэтому, когда мы с ними сталкиваемся, у нас тоже реагируют наши вот эти первые чакры за выживание практически. Поэтому у нас, и мирины, сразу же идет, сразу же идет, я потом отвечу на ваши мои хорошие. Дайте мне рассказать, чтобы мне уже к этому не возвращаться. Я поняла, что у них нет четвертой сердечной чакры, вот этой любви. Поэтому они от нас питаются. Все, что у них есть, это первая, вторая, третья чакры. Выживание того, сексуальная энергия и контроль, страх, вот это все борьба. И поэтому у нас к ним такое ощущение, когда мы чувствуем своим нутром, что кто-то присутствует. Мы тут же начинаем материться, нас же научили, матерись, ли, гони его там, чтобы... И на самом деле это работает. Когда начинаешь матом крыть. Так вот, вместо того, чтобы матом крыть, я когда поняла, что у нас, у людей вот такая реакция, потому что у них нет четвертой чакры, у них нет любви. Они питаются вот нашим страхом. Когда мы боимся, они как бы изымают из нас вот эту энергию и питаются. Я сказала, так, во-первых, я очерчиваю круг в 13 футов вокруг меня. Я мысленно очертил этот круг, чтобы они не смогли через него проходить, чтобы они не лазили во мне. Это было настолько утомительно. Не позавтракать, не пообедать, не в туалет сходить. Я сказала, так, нельзя ко мне постоянно в 24 часа в сутки лезть. Нельзя. С 9 до 5 у меня приемные часы. Вот с 9 до 5 мы с вами будем общаться. И вот мое персональное пространство, за персональное пространство не заходить. Вот. Поскольку вот эти особенно маленькие существа, они такие очень непослушные, очень невменяемые, так скажем, особо. И мне нужно было собладать с этой ситуацией, мне нужно было как-то ее, как-то мне нужно было с этим справиться. И для того, чтобы они меня слушались, я думаю, кого они будут слушать? Наверное, свою царицу, свою как бы повелительницу. Только вот в таком случае они будут себя, меня слушать. Так вот, я у Бога попросила, я говорю, я могу стать как бы царицей, чтобы они меня слушались? Он говорит, да. И в общем, в один вечер я как бы провозгласила себя царицей этих существ. Даже где-то я в сознании, в своем воображении представила, что вот эту корону на меня сажала, как бы на голову, как сказать по-русски, надевает вот эту корону. И я становлюсь повелительницей вот этих существ, чтобы хоть как-то, чтобы у меня была сила на них воздействовать. Корона была очень тяжелая. Я прямо ощущала эту корону, хотела такая она вот. Мне нужно было голову прямо держать и прямо сидеть, чтобы она мне не свалилась. И в эту же ночь, когда я провозгласила себя, мою себя, как бы королевой царицей этих всех существ, я им сказала, что вы сейчас заснете на 72 часа, по-моему, я сказала, на 72 часа вы заснете, и вы проснетесь с открытой четвертой чакрой. Для чего я это хотела сделать и для чего я это сделала? Для того, чтобы они не домогались за людей. Люди умеют генерировать любовь и хорошую энергию за счет сердца, за счет четвертой чакры. У них, поскольку этой чакры не было, я хотела им открыть эту четвертую чакру, чтобы не было вот этого высасывания энергии из людей, и для того, чтобы у них тоже открылся другой уровень, чтобы у них была эволюция на другом уровне, чтобы они тоже начали испытывать вот это желание любви и вот это ощущение любви. И я попросила у них прощения у всех существ за наше невежество, за наше людское невежество, потому что от того, что у нас такая реакция страха, мы тут же их и матом, и всякие легенды, и всякие рассказы по них очень плохие, и там из истории в историю, в общем, я попросила за все, что мы, может быть, причинили за все эти века, может быть, боли какой-то, может быть, неприятные, чего, я попросила за все прощения, чтобы они нас простили. Вот, и тогда у меня уже все успокоилось. Единственное, что корону я все равно чувствовала на голове, и я стала, кстати, вот после этого, я стала слышать усопших. Усопших. Я стала слышать усопших. Вот, я стала слышать мысли других людей. Вот. Было интересно тоже, вот я с подругой по телефону разговаривала. Вот, и она говорит, такой вот звук, но обычно иногда связь же там не очень хорошая, и вот была нормальная связь, а потом вот как будто бы в тоннеле, такой вот металлическим голосом почти, она говорит, ой, так нога болит. Я говорю, какая нога, правая или левая? Мне же сразу нужно определить, мне же сразу нужно помочь, если левая нога, значит, это творчество духовное, женское, значит, нужно там в этом деле копать, если правая, то значит, это физическая, это мужская, в общем, я говорю, какая нога? А я говорю, тебе ничего не говорила. Я говорю, как не говорила? Ты только что сказала, что у тебя как нога, ты простонала. Она говорит, нет, я говорю, когда перекладывала одну ногу на другую, я просто подумала, что у меня нога болит, я говорю, я тебе ничего не говорила. Я говорю, понятно. А что я тогда услышала? Она говорит, ты просто услышала мои мысли. Как интересно. Потом другой тоже случай с ней же. Она хвасталась там своей одеждой, там она новую купила что-то, и хвасталась там, что она такая дорогая, что она там все. А у меня в голове отчетливо 25 долларов. 25 долларов. Я говорю, ты за сколько ее купила? За 25 долларов? Она повернулась на меня. А ты откуда знаешь? Я говорю, ну, не знаю, но вот у меня такое ощущение, что ты купила их за 25 долларов. Хоть ты показываешь, что она дорогая вещь, но ты купила это в секонд-хенде за 25 долларов. Она говорит, ну, блин, я теперь тебе брать не смогу. Другой случай тоже. Пригласила меня подруга к ней просто в гости на чаепите. Я говорю, ты что привезти? Что привезти на застолье? Она говорит, да ничего не привозить, не надо. Я говорю, ну, как-то я с пустыми руками приеду. Думаю, ладно, заеду по пути в магазин, чем-нибудь куплю. Зашла в магазин, и меня тянет к цветочному отделу. Я говорю, а при чем тут сама с тобой уже открываю, а при чем тут цветочный отдел? И мне голос. Иди и не спрашивай. Я так думаю, о, кто-то еще мною командует тут. Я подошла к разным букетам. Возьми вот тот, у которого вот этот желтый большой цветок центром. Я говорю, подожди, ну, дай-ка другие варианты, посмотрю. Нет, возьми этот букет с большим желтым цветком. Я говорю, как он командует кто-то мной. Мне так интересно стало. Ну, купила я этот букет. Думаю, женщина с букетом к женщине едет. Ну, поскольку я любопытная и довольно-таки пластичная, я послушалась, купила этот букет, еду и думаю, и спрашиваю, а ты кто? Кто мне все это говорит? Я говорю, муж. Ее звали Татьяна. Я муж Татьяны. Я говорю, так. И я вспомнила, что у Татьяны муж здесь. Он как бы умер. Я говорю, понятно. Что ты хочешь сказать Татьяне? Скажи ей, что я ее люблю. Я говорю, хорошо. Я скажу, что ты ее любишь. Что еще? Скажи, что я ее люблю. Я говорю, ладно. Ты голос свой, как бы мыслями-то мы общаемся. Я говорю, а какой у тебя голос? И такой голос прокуренный. Вот ей же такой махровый, с хребтой, вот такой голос низкий. А, вот так, понятно. Значит, такой голос. Ладно, доехала, стучусь к ней в дверь. Она открывает. Я говорю, Тань, ты можешь быть, пойдешь, сядешь, а я тебе это, что-то сейчас, когда она смотрит на цветы, я не ударила. Я говорю, вот эти цветы, но она сесть-то не села, но все равно стояла около порога и на меня тянулась. Я говорю, хорошо, не садись. Вот эти цветы, это твоего бывшего мужа. И она взяла цветы, такая немевшая. Мы пошли на кухню так молча. Она села, стала смотреть и стала гладить вот этот желтый цветок. Она говорит, мы всегда с ним ругались, чтобы не дарила мне желтые цветы, потому что желтые цветы это к разлуке. И она как-то стала, прослезилась. Я говорю, вот он хочет сказать тебе, что он тебя любит. Так вот, мы молча практически посидели. Она отошла потом. Потом мы перешли в ее гостиную, за стол сели. Я даже за столом сидеть не могу, я села на диван. Она тоже в таком вот состоянии тоже была. А я вот сижу, я как сейчас помню, вот эта тяжелая корона, сижу прямо и вот между двумя параллелями. Одна здесь, другая здесь. Такое состояние странное. Вот она говорит, и она стала спрашивать вопросы, как он, чего он. Ну, когда она спрашивала, я смотрела, смотрела, вот все вот эти, все, что связано с духовным, как бы, у меня с левой стороны все картинки идут. Я говорю, да он нормально, у него такой дом на берегу моря, такой белый весь дом. во что он одет. Была такая белая рубашка, но видно было, что это не белая. Я как бы своим взглядом приблизилась к его телу, посмотреть, что за рубашка. Рубашка была такая необычная, она была дизайнерская такая, эти, фуговицы не отсюда прямо начинаются, а вот отсюда, и какая-то такой воротник интересный. И была такая мелкая, тонкая полоску. Когда сдалека смотришь, она не видна, эта мелкая, темно-синяя полоска. Когда вблизи, то видно, что она вот такая мелкая, тонкая полоска на белой ткани. Ну, я описала ей эту рубашку. Она говорит, я, говорит, мне его похоронила. Точно, точно как-то описала, я, говорит, похоронила своего мужа вот в этой рубашке, я сама ее купила, сама ее выбирала. Какие у него штаны? Я говорю, ну, штаны у него такие очень дорогие, дорогие штаны вот от костюма. Вот как с костюмом покупаешь, вот такие штаны. Она говорит, абсолютно правильно, говорит, я, говорит, хотела в джинсах похоронить, но его родственники категорически запретили и как бы переодели его очень дорогой вот эти. Может быть, Марат. так вот, я ей рассказала, где, в общем, все подробности, которые я сказала, она совершенно подтвердила, что оно на самом деле так и есть. Вот, и я поняла, что у меня открылось видение, и у меня открылось, я начала слышать чужие мысли и начала видеть. Но вот в этом состоянии находиться половина здесь, половина здесь было очень сложно. Нужно было постоянно фокусироваться, нужно было переходить из одного реалии в другую, и оно было немного утомительно. И я решила, это закрыть. Я решила это закрыть, потому что я была настолько уставшей, я устала от этого. Хоть я думала, что я смогу, у меня просто тело было ну, уставшее. И я просто представила, что вот этот третий глаз, то, что у меня есть, я поставила туда крантик и очень туго его закрыла. и пока я завинчивал этот крантик, мне становилось все легче, 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 и все, я вернусь вот в эту нашу реальность, все стало ясно и все четко, и я думаю, и слава тебе, господи, больше я этого не хочу. Не хочу. Это слишком много. Для человеческой психики это много. Несмотря на то, что я была такой подготовленной уже, несмотря на то, что я занимаюсь как бы психотерапией, занималась психотерапией довольно-таки долго, и уже была, я считала, что я окрепшая психически, ни хрена подобного. Я вот даже сейчас, столько лет спустя, уже рассказываю, мне даже сейчас не хочется туда идти. хотя любопытно все-таки, любопытной Варваре на базаре чего там оторвали. Вот, я та любопытная Варвара. Но вспоминая через какие как бы ощущения в теле какие были перетурбации, мне на самом деле не хочется дойти. А-а, да, а-а, не хочу. Ну вот такая у меня история. Противно, ну не противно по всему вот этому как бы телу идет какой-то очень даже я немножко сейчас сдвинулась опять вот эту параллель, я вижу, я чувствую, что я сдвинулась туда. Ну ладно, босс не. Ну, давайте посмотрим, кто чего какие вопросы задавал. Добрый вечер, Ольга, добрый вечер. Привет, любовь. Вера говорит, вот уж сейчас нам до параллельных существ вот именно. Ну, поскольку у меня в общем-то жизнь была такая уже стабильная, я могла себе это позволить. Я понимаю, что очень многие из нас сейчас ну, нелегкое сейчас время для многих вот, не до существ, я понимаю, но вот мне тогда хотелось. Марат, я не знаю, если это была весна обострений, была ли это весна, не помню. Я понимаю, о чем вы говорите, по весне и по осени у шизофреников открывается, его все психические как бы дела начинают открываться и бушевать. Я не помню, по-моему, не знаю, не помню, какой это был день, но не важно. Вот такое у меня было состояние, вот такие были у меня, такой был у меня опыт. хоть я, конечно, и закрыла, но видение у меня все равно стало открываться больше, я стала кстати, вот, чем мне еще после этого прошло, интересно, я после этого, когда шла по улице и видела людей, я стала понимать, что люди тоже, я видела в них эволюцию, из каких существ они через несколько жизней, они пришли в человеческую форму. человеческая форма это все-таки наивысшая стадия эволюции, наивысшая стадия развития, вот эти существа это как бы начинающая стадия. Так вот, я видела в них из какого существа он потом пришел в человеческое тело, было интересно, и когда смотришь в глаза, как будто душа говорит, ну привет, ты теперь меня узнаешь, и вот было интересно состояние как бы общение напрямую с душой и видишь через какие ступени, через какие стадии душа проходила вот здесь на земном плане. Вот. Очень интересно было состояние тоже. ну и это я тоже закрыла по-моему. Ребята, ну не готовы быть к этому, честно. Если быть к этому готовы, если вы жить в этом, как бы вот в этом жить и в этом нырять, ни семьи, ни работы, ни всего остального, это нужно быть полностью вот этим поглощенным, и честно говоря, мало потом кто будет вас понимать, потому что вы в основном будете жить вот в этой параллели, не в нашей параллели, не в нашей реальности, а в той реальности. И может быть, поэтому многие маги и прочие как бы вот такие волшебники, от них веет какой-то не той энергии, видимо, потому что они в другой вибрации находятся, в другой параллели, и мы чисто подсознательно чувствуем, что это не наше, не мое, это чужое что-то. Не хотела я этого, потому что вы, люди, как бы для меня настолько дороги, вот эта людская вибрация, настолько родная, настолько любимая, настолько просто обожаемая вот эта людская раса, я просто, я хочу быть здесь, в людской расе, я человек, после этого я, конечно, стала сомневаться, что я полностью человек, но не важно. Я хочу помочь и хочу жить в человеческой расе, я хочу питаться, как бы впитывать в себя и развивать человеческую расу, поднимать ее развивать, помогать как бы в развитии человеческой расы, мне вот это интересно, мне это очень близко, я люблю людей в любом виде, страшный или красивый, в общем, не важно, в каком воплощении человек в этой жизни находится, для меня каждый человек это просто уникальность, даже вот слова, они настолько мелкие, вот когда начинаешь описывать словами, оно настолько все принижается, обесценивается, нет таких слов, с которыми можно было описать вот это ощущение любви, вот это ощущение величия ваш, ваше величие, как людей, вы все, абсолютно все красивые божественные создания, в спячке находитесь в основном, конечно, не ведаете своей величины, не знаете, вот это все, эти страхи, вот это все социальная настройка, вот это коллективное как бы сознание, оно, конечно, заглушает ваш свет, заглушает, но в глубине каждой из вас, чисто интуитивно, вы все знаете, что вы огромная звезда, у вас есть внутреннее врожденное знание того, что вы божественное создание, что у вас есть звезда, и эта звезда, вы как звезда можете засиять гораздо сильнее, гораздо шире, в гораздо больших как бы сферах и вообще во всей своей красе, если убрать вот эти все сорняки, вот эти все страхи, все эти программы, если все это убрать, весь этот хлам, который мешает светиться вашей звезде, вы можете засиять, и вот поэтому моя миссия в этой жизни помочь вам избавиться от этого хлама, не нужен вам этот хлам, я хочу, чтобы вы все засиялили в этом прекрасном свете, и причем каждая звезда, каждая из вас звезда, и вы каждый имеете свой свет, свою вибрацию, свою мелодию, потому что каждое тело имеет свою собственную вибрацию, а вибрация что это такое? Это звук, а звук, если там определенная вибрация, это определенная мелодия, у каждого из вас своя мелодия, вы Ходячая песня. Есть там очень много, может быть, тусклых и, может быть, очень таких жалостных нот. Но всё это можно убрать, можно превратить это в красивую гармонию звука, каждое тело. Вот в этом моё предназначение для того, чтобы вам всем засиять, заиграть во всех прекрасных нотах, что вы здесь на свете, в своём нутре. Вот смотрю на себя, в своём, странно я выгляжу, у меня опять, я вошла вот в эту параллель, я практически здесь и ничего уже не вижу, я в том состоянии опять нахожусь. Возвращаюсь. Добрый вечер, Надежда. Добрый вечер. Ну вот, вот это я хотела рассказать. Я уже задержалась, уже 48 минут оказывается. Я думаю, я только 5 минут назад начала. Ну вот, мои хорошие. Так, возвращаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь. Вот когда я в ту параллель ухожу, у меня зрение немножечко, зрение другое становится. Немного, как будто косит. Как будто я немного коса, и вот когда косит, я начинаю видеть другое измерение. Вхожу в другое измерение. Вот теперь нужно вернуть своё, как бы, своё зрение, вот, фокус на эту реальность, чтобы вернуться сюда. Ладненько, мои хорошие. На этом я закончу. Если у вас есть какие вопросы, вопросов пока не вижу. Надеюсь, я не очень ошарашивала своим рассказом. Я вообще практически никому этот опыт не рассказывала, потому что я знаю, что люди не готовы, и люди сразу начнут думать, что я сумасшедшая, что я там, у меня крыша поехала и прочее. Вот, хотя мне это не страшно, люди могут думать, понимать всё, что угодно. А душой они всё равно узнают, чувствуют, воспринимают информацию по-другому. Поэтому мне, честно говоря, всё равно, что люди подумают. Я знаю, что всем эта тема интересна, поэтому я решила ей поделиться. Вот, и теперь я буду закругляться. Всех люблю, целую. С вами была Алина Лавет. До следующего вторника в рубрике «Откровения с Алиной». «Откровения с Алиной»